Сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как файлы языка программирования C++. Определимся с понятием файла, рассмотрим текстовые файлы, бинарные файлы и в чем отличие этих двух видов файлов. Как мы знаем, файл — это именованный набор байтов, который может быть сохранен на некотором накопителе. В языке программирования C различают два типа файлов — это текстовые и двоичные, их иногда называют бинарными. Текстовые файлы состоят из любых символов, организуются по строкам, каждый из которых закачивается символом конца строки, конец самого файла обозначается символом конец файла. В двоичных файлах информация считывается и записывается в виде блоков определенного размера, в которых могут храниться данные любого вида и структуры. Но при работе с файлами в языке C обычно говорят потоки, файловые потоки. Есть такое понятие, как текстовый поток — это последовательность символа. При передаче символов из потока на экран часть из них не выводится, например, символ возврата каретки или перевода строки. При двоичном потоке, где поток — это последовательность байтов, однозначно соответствует тому, что находится на внешнем устройстве. Если мы открываем наш поток в режиме чтения, то мы используем поток IfStream — Input, FileStream. Если мы открываем в режиме записи — OffStream — Output, FileStream. Если нам нужен режим как записи, так и чтения, то мы используем FileStream — FStream. Рассмотрим текстовые файлы. Для работы с текстовыми файлами нам необходимы библиотеки EOStream и FStream. Для того, чтобы записывать данные в текстовый файл, необходимо, во-первых, описать переменную типа OffStream, создать объект пласты, другими словами. Открыть файл с помощью функции Open, вывести информацию в файл и обязательно закрыть файл. То есть нужно обратить внимание, что при работе с файлами всегда идут четыре этапа работы. Во-первых, мы описываем переменную определенного типа, файлового типа. Открываем этот файл. Дальше работаем непосредственно с информацией, либо записываем файл, либо считываем с файла и обрабатываем. И четвертым образом обязательно закрываем файл. Для того, чтобы считать данные из текстового файла, необходимо переменную описать типа EOStream, InputFileStream. Далее также открыть файл с помощью функции Open, считать информацию при необходимости обработать и считывать будем до тех пор, пока не достигнут конец файла. И четвертым этапом мы закрываем файл. Режим открытия файла. Когда мы открываем файл, мы указываем файловую переменную, в данном случае это логическое имя файла, через точку команду Open. Тут мы указываем физическое имя файла, то есть то имя, под которым хранится на жестком тиске. Mod – это параметр или режим открытия файла. Режимы бывают. Режим чтения данных, In – этот режим является режимом по умолчанию для потоков EOStream. Режим Out – режим записи данных. При этом, если файл с таким именем уже существовал, то вся информация в нем уничтожается и записывается заново. Этот режим является режимом по умолчанию для потоков EOStream. Up – режим записи данных, конец файла, то есть если у нас текстовый файл существует, и нам просто в него нужно дописать информацию, мы используем режим Up. Режим Up – передвинуться в конец уже открытого файла, то есть мы будем считывать информацию с конца, либо написывать с конца, ну, курсорность окажется в конце файла. Транк – очистить файл. Это то же самое, что открыть для записи данных в режиме Out. Но открыть – не выполнять операцию открытия файла, если он не существует. Но Replace – не открывать существующий файл. При этом параметр мод может отсутствовать. Тогда, в зависимости от того, как мы открыли EOStream, у нас будет по умолчанию либо In параметр стоять, либо Out параметр стоять. Если файл не смогли открыть, то есть данный файл существует, то F будет принимать значение True. Если же файл не существует, и мы пытаемся его открыть для чтения, то F будет хранить в себе значение False, то есть файл открыть не удалось. Этот факт, что F может принимать значение True или False, нам необходим вот дальше для проверки корректности открытия файла. Рассмотрим пример. Создадим текстовый файл на диске D под именем пример.txt. Запишем в этот файл N целых чисел. А затем, закрыв файл, откроем заново для чтения и почитаем из файла количество четных чисел. В стандартной библиотеке подключаем SDAF X и AStream и подключаем библиотеку для работы с файлами AStream, так как мы будем и записывать, и считывать информацию. Используем потом X3. Стандартное поле имен STD и главный фонстер. Устанавливаем подключение библиотеку RUS, которая бы позволяла нам работать с русскими буквами, с русским шрифтом. Описываем переменные I и N, и это у нас будет параметром цикла. N – количество целых чисел, которые мы будем записывать в файл. И A – это промежуточная буферная переменная, которая будет содержать значение конкретного числа из N чисел. Off-Stream F – описываем поток F для записи данных в файл. То есть открываем в режиме записи. Дальше F – Open указываем на диске D в режиме Out. Вводим количество элементов, целых чисел, которые запишем в массив, и в цикле через комментарии вводим каждое число. Ввели число, и это же число сразу записали в файловый поток. Закрыли файл. То есть первую часть работы по созданию текстового файла, где хранится N целых чисел, мы выполнили. Вторая часть – та же задача. Вот теперь мы прочтем эти числа из текстового файла и подсчитаем количество отчетных. Количество отчетных у нас пока ноль, мы не знаем. Открываем F. Создаем поток, вернее, F типа F3. Открываем тот же наш файл. Режим мы не указали, так как по умолчанию мы будем открывать для чтения. Есть ли F, что мы говорили ранее. То есть если файл можно открыть, что он существует, и мы его открыли, тогда пока не конец файла, мы считываем из потока файлового файла некоторое целое число, выводим его на экран, проверяем, является ли оно четным, то есть является ли остаток деления на два угла, и увеличиваем счетчик, если число четное. Данный цикл закончится тогда, когда мы дойдем до конца файла. Дальше. Закрываем наш файл и выводим на экран количество четных чисел. Если вот это if не сработало, и файл мы не смогли открыть, то мы просто выводим информацию, файл не существует. В данном случае fclost — это закрытие не того файла, который мы открыли для чтения, а предыдущий, который мы открывали для занятий. Системный файл, как они с программами. Бинарные файлы — это второй век файлов, который позволяет работать и таки программирования в сети. Это неформатированный вывод данных в бейчном режиме. Спецификатор режима — бинарный. Этот спецификатор указывать обязательно, так как по умолчанию файлы открываются как текстовые файлы. При работе с бинарными файлами можно работать двумя способами. Либо через функцию put и get, которые имеют множество форматов, но чаще всего используют версии get для истрим и put для острим. Функция get считывает один символ из соответствующего потока и помещает его значение в переменную ч. Эта перемена у нас чар, какой-то символ. Она возвращает ссылку на поток, связанный с предварительно открытым файлом. При достижении конца этого файла значение ссылки станет равным. Он записывает символ, чем в поток, и возвращает ссылку на этот поток. Например, то же самое. Создаем файл. Файл 4. Просто указала расширение .t, так как это бинарный файл, расширение особо роли играть не будет. Указываю, что это записи, указываю, что это бинарное решение. Говорю, что я хочу записать слово «Привет». Пока можно взять посимволно из этого слова по одному символу. Я их беру через команду «Под» и ложу в «F». Дальше закрываю «F». Открываю файл для чтения. Файл тот же, но уже в режиме «Ир» и «Нари». Если этот файл открылся, то есть файл существует, я его смогла открыть, тогда пока не конец файла, я считываю из него один символ, и этот символ вывожу на экран. У меня выйдет «Привет». Вот то, что вот этот «Привет» записан файл, он посимволенно выведет его на экран. Если файл открыть не удастся, то выведет сообщение «Ер Ортон» на файл «Ф.Арель». Бинарные файлы — способ работы второй, то есть считываем и записываем в файл блок данных через стандартные операторы «Read» и «Рар». «Read» при использовании данной функции мы указываем параметры. Буфер обязательно и размер. Мы каждый раз при использовании функции «Read» и «Write» будем считывать либо записывать «Нум байт» данных из связанного с файлом потока и помещать их в буфер, который адресуется параметрам «Буф». Поэтому форма записи команды будет «Read», «Чар», «Буф», «Стринсайз», «Нум». Так, мы рассмотрим на примере. К примеру, бинарный файл, который будет задержать информацию о студентах. Студент, каждый студент характеризуется курсом, на котором он учится, именем, группой, в которой учится, и суммой оплаты, которую студент уже заплатил за свое обучение. Эти данные о студентах мы оформим в виде структуры данных. Дальше в основной программе мы говорим, что у нас есть один, некоторый студент, произвольный студент. Типа студента. У нас тут один – это та самая буферная переменная, в которую будет заноситься информация о студентах и выводится информация о конкретном студенте. Открываем перемену о файл, или создаем перемену о файл типа «Опстрим». Открываем его для бинарного режима по умолчанию для записи. Используем цикл. Цикл 2. Вводим курс. Син, курс, студ, один курс. Вот это буферная переменная, студ, типа студента. Если курс равен нулю, то студент даже не учится, то бред, останавливается цикл ввода данных и информации. Иначе мы вводим имя студента, вводим группу, в которой он учится, вводим оплату, которую он совершил. И это все хранится через консольный поток. Все это хранится пока у нас в оперативке, поэтому мы записываем этот один поток, что дадим, в файл о файл. Здесь размер определяется, функция size of student. Student — это тип структуры, и каждый раз берется размер именно данного типа. Пока курс не ноль, у нас будет записываться информация в консоли, и с консоли она будет записываться в файл. Как только мы курс введем в ноль, то запись наших данных завершится, и мы можем спокойно закрыть наш файл. Теперь откроем этот файл для того, чтобы подсчитать общую оплату студентов, совершенных студентами обучения. Создаем потоковый перемен и файл, открываем в бинарном режиме, указываем, что у нас есть некоторые переменные типы студентов. Общая струква пока ноль. Пока мы можем считать с файла некоторую информацию, некоторую структуру студентов, и мы не достигли конца файла, мы просто суммируем по полю сумма. Закрываем файл, выводим общую сумму.